Ушел в отставку. Илья Иванкин покинул пост руководителя Департамента образования культуры и спорта. Причина нарекания к работе чиновника. Отпуск на краю земли. В регионе стартовала первая туристическая неделя. Предприниматели и эксперты обсуждают, как сделать Ненинский округ привлекательным для туристов. Теперь и 415-й. Поселок Искатели и аэропорт свяжут новый автобусный маршрут. Первый рейс уже 21 сентября. Какое будет расписание? Нет ЗАГСа, нет свадьбы. Чтобы получить свидетельство о регистрации брака, жителям сельских поселений приходится лететь в Наринмар. Глава региона уже раскритиковал своих подчиненных. Из Германии в Наринмар. Детская школа искусств презентовала новый рояль ручной работы «Август Ферстер». В этом году в Россию завезли лишь два подобных инструмента. И через Арктику к звездам. В столице региона заработал масштабный детский юношеский фестиваль. С ребятами занимаются космонавты и летчики-испытатели. Об этом не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте с обзором основных событий в студии Иван Никонов. В региональной администрации кадровые перестановки. Илья Иванкин покинул пост руководителя Департамента образования, культуры и спорта. Соответствующее распоряжение подписано Александром Цибульским. В официальном сообщении говорится, полномочия Иванкина прекращены с 11 сентября в связи с их добровольными сложениями. Напомню, в течение нескольких месяцев работа экс-главы образовательного ведомства неоднократно подвергалась критике со стороны временно исполняющего обязанности губернатора. Речь в частности шла о неоправданно затянутых сроках открытия нового теннисного корта в Наринмаре. Невыполнение в установленный срок поручений Александра Цибульского по созданию пилотного проекта досугового центра в поселке Красное. И необходимости оказания своевременной поддержки талантливому лыжнику из Ненинского округа Александру Керентьеву. Добавлю, должность руководителя профильного департамента Илья Иванкин занимал с января 2017 года. Первая туристическая неделя проходит в Наринмаре. Она стартовала в понедельник. Своим опытом с ненинскими турбизнесменами на специальных тренингах и семинарах поделятся профессионалы. Мероприятие направлено на повышение уровня предоставляемых услуг в сфере туризма на территории нашего региона. Все подробности далее. В течение недели на Наринмаре будут проходить семинары и тренинги. Они направлены на повышение качества услуг в сфере туризма в нашем регионе. Руководители и рядовые сотрудники гостиниц, агентств, ресторанов, салонов красоты, сувенирных лавок, а также мастера и ремесленники все могут повысить уровень своих профессиональных знаний и умений в течение этой недели. Когда в декабре у нас состоялся бизнес-завод, тренера со школы «Синергия» обратили внимание наших предпринимателей, что мы очень мало используем свои ресурсы в плане качества сервиса. Было сделано замечание и принято решение, что нам нужно именно обучать как руководителей, так и персонал данных предприятий именно качеству сервиса. Вот чем мы сегодня и занимаемся. По мнению коучей, а это акулы в сфере туризма, профессионалы со стажем, наша территория имеет хороший потенциал. Ирина Фан-Юнг, президент гостинично-туристической ассоциации, считает, что окружным бизнесменам надо обратить внимание на гастрономическое направление в туризме. Оно будет иметь перспективы. Основное направление – это гастроэнтотуризм. То есть, этнографические какие-то гастрономические вещи, которые у вас здесь уникальны. Мы попробовали уже пирог с брусникой, с мороженкой. Очень вкусно, интересно. Я думаю, что для жителей России, а может быть потом и зарубежных гостей, это будет очень интересно. Участники семинаров отмечают возможность повысить квалификацию, не покидая пределов региона, причем всем коллективам, уникальная. Екатерина Николаева, управляющая гостиницей Натали, уверена, что после такого курса обучения сервис станет выше. Туристы начали приезжать, останавливаться у нас. Это благодаря также и Красному городу, и другим туроператорам. То есть, в принципе, есть как приток, да, так сказать. Приток есть, но хотелось бы в разы больше, прям в разы, прям в раз сто больше. Впрочем, по мнению бизнесменов, не только мягкие гостиничные кровати, интересные маршруты и вкусная еда привлекают туристов в регион. Управляющий хостел «Агат» Артем Бурачук уверен, преградой на пути развития ненецкой индустрии стоит медленный интернет. Мобильный интернет настолько ужасен, что хочется просто выбросить телефон и им не пользоваться. Я когда сюда прилетел три года назад, то у меня была, ну я прилетел, я просто расслабился. Телевизор не работает, самолеты не летают, интернета нет, берешь книжку и живешь, отдыхаешь. Это, я не знаю, округ для образования. Сегодня на дискуссионной площадке первой туристической недели участники обсудят проблемы гостиничного и ресторанного бизнеса. Завтра углубятся в тонкости межрегионального проектирования. Кроме того, в программе мероприятие посещение историко-культурного и ландшафтного музея-заповедника «Пустозерск». Организаторы надеются, что эта неделя для наших турбизнесменов пройдет с пользой. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Хорошая новость для пассажиров общественного транспорта. Новый автобусный маршрут 415, который свяжет поселок Искателей и аэропорт, запустят уже 21 сентября. Он станет круглогодичным, а его протяженность – 20 километров. Движение будет осуществляться по центральным дорогам через микрорайоны «Факел», «Захребетный», «Лесозавод», «Сахалин» и «Хариверской экспедиции». Курсирование в рабочие дни начнется с 6 утра 10 минут, а завершится в 21.45. Выходные и праздничные дни с 7 утра 50 минут до 21 часа 20 минут. Интервал движения составит 40-60 минут. Добавлю, на сегодняшний день уже определены классы автобусов, которые будут использоваться на маршруте. Расчет стоимости проезда показал, что экономически обоснованный тариф составляет более 70 рублей. Перевозки будут осуществляться по регулируемому тарифу, поэтому стоимость проезда составит 37 рублей. Недополученные доходы перевозчику возместят за счет средств окружного бюджета. Напомню, расширить маршрутную сеть Департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа ранее поручил временный исполняющий обязанности губернатора Александр Цибульский, к которому с соответствующей просьбой обратились жители поселка Искателей. К другим темам. Александр Цибульский поручил своим коллегам проработать возможные варианты официальной регистрации браков в отдаленных муниципальных образованиях региона. На сегодняшний день это можно сделать лишь в Наринмаре. То есть, чтобы получить свидетельство о заключении брака, жителям деревень и сел приходится приезжать в столицу Ненецкого округа. А это немалые затраты. В одной из поездок нам говорили о том, что сегодня у нас, у жителей округа, есть возможность зарегистрировать брак только в Наринмаре. И люди, независимо от того, в каком населенном пункте они проживают, вынуждены приезжать в Наринмар для того, чтобы зарегистрировать брак. И я хотел бы понять, правда ли это. Выглядит это следующим образом. Подать заявление можно онлайн через госуслуги, но действительно ехать за непосредственно свидетельством приходится в Наринмар. Мы об этой проблеме знаем. Завтра будет проведено большое совещание на этот счет. Но нужно иметь в виду, что речь идет о порядка 10 гражданах в год, которые заключают такой брак из сел. Ну какая разница? Завтра будет 20, если зато один. Но это же важно, чтобы люди учились каждый раз для того, чтобы пожениться. Им надо ехать и сюда, из Наринмара, платить деньги для того, чтобы получить. Неужели мы не можем как-то проработать, чтобы они в электронном виде подавали там заявление, чтобы оно здесь регистрировалось? У нас же все бланки наверняка носят характер, да, жовят отчетности, да, строгой отчетности. Может быть есть смысл каким-то образом дать возможность главам муниципальных образований? Просто подумайте, проработайте. У нас в этом смысле около специфический. Даже если это как-то не отрегулировано федеральным законодательством, значит надо выходить с этим инициативом. Я вообще коллеги всем хочу сказать. Мы год отработали. Я, если честно, от вас не видел ни одной инициативы, которую бы мы хотели вынести на федеральную уровень. У нас есть депутат, есть член Совета Федерации. У нас есть коллеги, депутаты, которые готовы также заниматься вопросами Севера и регулирования. Ни одного предложения от вас не было. Такое впечатление, что мы здесь замкнулись внутри нашего региона, и другой жизни вокруг нашего округа нет. Она есть. Поэтому вы смотрите, и если что-то нельзя решить, но мы понимаем, что для нашей территории целесообразно сделать какие-то исключения, или может быть в целом для Арктической зоны, или в целом для Северного, для Крайнего Севера, надо выходить с этим инициативом и продвигать их. И это в том числе, Юрий Георгиевич, ваша работа. Как сообщили в отделении ЗАГСа Ненинского округа, на сегодняшний день уже прорабатывается несколько вариантов решения данного вопроса. Один из них может стать установкой в административных центрах муниципалитетов соответствующих программно-аппаратных комплексов, при помощи которых можно будет регистрировать брак на месте, не посещая Наринмар. В Наринмарской детской школе искусств пополнения. В распоряжение творческих ребят и их педагогов поступили три высококлассных инструмента – электронная пианино, концертный ксилофон и рояль ручной работы. Последний, кстати, доставили в окружную столицу прямо из Германии. Первый концерт на новом оборудовании воспитанники школы дали на днях. Побывала на нем и съемочная группа. Алина Ваучейская с подробностями. Пальцы 12-летней Ульяны Забниной ловко бьют по клавишам. На последней репетиции перед первым в этом сезоне концертом девочка еще раз прогоняет творческий номер и наслаждается игрой на новом инструменте. Мне очень нравится то, что у него очень укультуренный звук, и каждая нотка слышна. Даже когда три пиана стоит, все равно это будет слышно. Каждый звук он отдает. Роскошный кабинетный рояль ручной работы был изготовлен по специальному заказу на немецкой фабрике «Август Ферстер» в лучших традициях фортепианостроения. В этом году в Россию завезли лишь два подобных инструмента. Прежде чем оказаться в актовом зале детской школы искусств Нарьинмара, он преодолел путь из Германии до Москвы, а оттуда уже на грузовом автомобиле. Его отправили в далекое Заполярье. Конечно, мы переживали, мы переживали, потому что путь прошел рояль очень сложный. Из Германии в Москву, из Москвы в Нарьинмар держали на контроле не только я. Я выражаю огромную благодарность специалистам компании «Зарубежь Неведобыча Харяга» за то, что они контролировали каждый шаг. Погрузку в городе Москва. Как у нас рояль двигался в город Нарьинмар. Вместе с роялем к нам сюда приехал настройщик, замечательный настройщик, тоже высочайшего уровня, который занимается только с фирмой «Август Ферстер». И он отметил высокое качество доставки инструмента в столь далёный регион. Музыкальная бонбоньерка композитора Машелеса в стенах Нарьинмарской детской школы искусств, пожалуй, никогда не играла так торжественно и красиво. Звучание инструмента и его ферменный тембр не оставили равнодушными и главу региона Александра Цибульского. Честно говоря, прям заворожило звучание рояля. Ну, наверное, чувствуется, что это инструмент очень высокого класса. Я очень рад, что в нашей музыкальной школе появился инструмент, на котором действительно можно воспитывать звёзд мирового. Такие инициативы, они, может быть, напрямую не влияют на экономику, не связаны с бюджетными вливаниями, но тем не менее, очень приятно, что компания, которая с одной стороны, в том числе, обеспечивает нам хорошую бюджетную составляющую, ещё и не забывает о составляющей социальной и вымогает нашим детям. Впрочем, рояль – не единственный подарок от недропользователей. В июне при поддержке партнёров Хорегинского СРП работала летняя творческая школа, а в августе – кочевой детский сад. Кроме того, Центру развития и образования были выделены средства на приобретение оборудования в мобильный компьютерный класс. Планы на следующий год пока только формируются. Пока рано говорить о каком-то конкретном проекте. Но уже сейчас можно сказать, что мы продолжим сотрудничество с нашими традиционными партнёрами в сфере образования. Мы понимаем, что воспитание нового поколения – это дело, которое требует регулярной упорной работы. И мы рассматриваем наш вклад в это дело как долгосрочный проект. Кстати, в этом году Хорегинское соглашение о разделе продукции продлено ещё на 13 лет. А это значит, будут созданы условия для стабильного развития и реализации новых социальных проектов. Ну а маленькие звёздочки детской школы искусств теперь смогут радовать жителей округа концертами классической музыки, играя на новом рояле. Дан Старт в Наринмаре состоялся первый этап фестиваля детско-юношеского технического творчества «Через Арктику к звёздам». В течение нескольких дней участники мероприятия побывали на мастер-классах, лекциях и познавательных встречах, познакомились с российскими лётчиками-космонавтами и астрономами, а также ветеранами аэрокосмической отрасли. Торжественное открытие фестиваля провели во Дворце культуры Арктика. Репортаж Людмилы Сидейской. Важный и исторический момент. На связь с наринмарскими школьниками выходят российские космонавты. Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, которые находятся на борту Международной космической станции, передают участникам фестиваля свои поздравления. Дорогие ребята, будущее во многом зависит от вас. Любите мир, любите своих близких, цените каждое мгновение, дарите друг другу улыбку и радость, проявляйте заботу и внимание, мечтайте, верьте в то, что много ещё вам предстоит открыть. Мы желаем вам добра и здоровья. Мы с высоты космического полёта видим, как прекрасна наша планета Земля и как бережно нужно к ней относиться, как важно жить в согласии, быть счастливыми и дружить со всеми народами мира. Ещё одно обращение от Натальи Королёвой, дочери великого советского учёного, инженера-конструктора Сергея Королёва. Я очень рада, что вы интересуетесь авиацией и космонавтикой. И кто знает, может быть, когда-то в скором времени мы увидим в космическом пространстве какого-то космонавта из немецкого автономного округа. Этого я вам желаю. Я желаю, чтобы очень хорошо прошёл у вас фестиваль. Желаю вам успеха в учёбе и всем, чтобы вы интересовались космонавтикой и авиацией. Всегда. Фестиваль «Через Арктику к звёздам» – это уникальная возможность для детей Заполярья. Учащиеся городских школ познакомятся с российскими космонавтами и конструкторами, а также посетят лекции по астрономии. Ваш город, ваш край – это ворота в Арктику. А город Звёздный – это ворота в космос. Мы очень надеемся, что благодаря объединению двух этих замечательных города Звёздный и вашего замечательного края города вы станете в будущем. Среди почётных гостей и Александр Лазуткин. В Наринмаре лётчик-космонавт уже не первый раз. Говорит, от нашего небольшого городка просто в восторге. Такое же впечатление у Лазуткина и от местных школьников. Рассказывать подробности своего полёта к звёздам пришлось едва ли не 10 раз. Настолько любознательными оказались участники фестиваля. Даже сейчас зародились планы на то, чтобы на ближайшие годы ещё какую-нибудь программу здесь сделать, чтобы ваши дети гремели по всей стране нашей, и все говорили, что есть такой город Наринмар, какие там умницы и умники растут. Кроме того, мне было приятно видеть то, что я называю пытливые глаза. Вот это, пожалуй, самое главное. Если есть искорки в глазах, это значит, что есть интерес, любопытство, или точнее любознательность. И это значит, что те семена, которые преподаватель, лектор пытается посеять, дадут всходы. Фестиваль «Через Арктику к звёздам» проводится второй раз. В 2017-м он состоялся под названием «Арктика. Дети. Космос» и был посвящён развитию авиации. Сейчас же тема более узкая – техническое, инженерное и конструкторное творчество. В течение учебного года это будут разовые мероприятия, когда будут по возможности приезжать наши друзья, гости из космического городка, из музеев космонавтики, ну и также из дома авиации и космонавтики, который находится в Москве. Там мы планируем провести выставки, лекции, циклы лекций о конструкторах известных, ну и также различные тоже мастер-классы. Понятно, что будут и встречи, и многое другое. Цель – только привлечь внимание именно к инженерным профессиям. После торжественного открытия для школьников организаторы подготовили несколько игровых площадок. Например, на одном из мастер-классов дети рисовали 3D-ручкой модели ракет. Напомню, фестиваль «Через Арктику к звездам» состоит из трех этапов. Завершится серия мероприятий в день космонавтики 2019 года. И в завершении выпуска сборная КВН Ненецкого округа сегодня отправилась в Казань. В столице Татарстана нашим ребятам предстоит выступить в полуфинале первой лиги клуба веселых и находчивых. Команды сыграют четыре конкурса – приветствие, стем, разминка и музыкальный номер. За выход в финал сборная региона поборется с 11 коллективами из России, Казахстана и Белоруссии. Добавлю, одна вторая будет проходить в два дня – 19 и 20 сентября. Что касается нашей команды, то она выступит в первый день. Конкуренцию составят сборные Иркутска и Бурятии, а также веселые и находчивые из Минска, Альметьевска и Владикавказа. Напомню, в полуфинале команда Нинецкого округа вышла еще в мае, заняв тогда первое место в одной четвертой. А возможность попасть в телевизионную лигу появилась у заполярных КВНщиков по итогам их участия в международном фестивале Кевин-2018, где сборная нашего региона получила повышенный рейтинг. И на этом все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.